приветствую всех на канале снимаем сегодня видео для вас как обновить тв приставку до wing и не допустить ошибок первоначально мы включим телевизор у меня телевизор биби кей ранее снимал видео как выбрать источник и какие могут быть ошибки пульт у меня синхронизирован с приставкой и включаем сейчас для начала телевизор нажимаем кнопку тв чтобы телевизор включился и лампочка красная погасла спасибо телевизор что пожелали нам приятного просмотра источник меня уже автоматически выходит и чтобы нам с вами приставку ребят обновить нажимаем для начала кнопку меню чтобы зайти меню и открылась меню в телевизоре вот так что сейчас выбираем меню и продолжим просмотр после нажатия кнопки меню нажали появляется информационное окно на старом интерфейсе и мы с вами листаем до попробовать wing а только мы нажали попробовать wing внизу у вас появится логин и код активации то снизу грамм увидите номер код активации данные так официальные вам показать я извините не могу вот внизу вы эти данные переписываете либо фотографируете и нажимаете кнопку окей перейти на wing все у вас появляется окно сейчас мы перезагрузим вашу приставку и перейдем на wing но перед тем как перейти на wing нужно сфотографировать логин и пароль потому что эти данные у вас приставка запросит при активации поэтому я сейчас сфотографирую и продолжим с вами просмотр я нашу сфотографировал данные для того чтобы они меня были и чтобы в случае чего если приставка запросит я их мог вести и теперь написано попробуйте wing вот не хочу окей окей уже выделен у меня синим цветом для того чтобы перейти по меню вот так нажимаем стрелочками влево-вправо и нажимаем кнопку окей и приставка начинает перезагружаться раз приставка обновиться до винта ожидаем ну написано где-то на строке здесь есть улучшение стиву адреса там загрузка на свече не так далее будет ставка будет загружаться и ожидаем как только приставка загрузится продолжим с вами просмотр вот ребят прошла запись программного обеспечения приставка выключилась заново включилась сейчас появится ростелеком а после ростелекома у меня появится лима приставка выключается несколько раз это ничего страшного приставка обновляется делает запись программного обеспечения сохранять все параметры и вот как я вам и говорил у вас запросит логин пароль смотрите вводить логин пароль можно с помощью цифр и пульта выбирает цифрами на это долго а можно с помощью кнопок смотрите видите вводится цифры любую цифру нажимаешь цифра водится поэтому я сейчас ввожу данные как только вот вы найдете логин ведете кнопка далее у вас активируется сейчас на таким серым а как пробел она появится и нажимаете далее чтобы далее нажать туда по переходите вот далее окей и потом она попросит ввести у вас пароль поэтому как только я веду данные с вами мы продолжим просмотр только прописали логин вводится пароль вот авторизация и после того как ввели пароль вниз опустили оранжевым выделился квадратик для активировать нажимаем кнопку окей все действия выполняем с помощью вот этих кнопок на пульте и ждем пока загрузится далее у вас появится информационное окно link новый интерфейс сразу появляется баланс который нужно платить на свой счет изменился далее смотрите это было но появляется для того чтобы вы могли управлять телевидением на других устройствах то есть если хотите переводите стрелочку влево добавить он попросит ввести номер телефона и вы тогда сможете смотреть телевизор на пяти устройствах не используя приставки и это будет бесплатно для вас на телефон планшет телевизор смарт может установить приложение и смотреть телевизор выбираем либо добавить либо пропустить моем случае мне пока это не нужно нажимаем пропустить потому что можно потом вручную эти данные вести между прочим для меня интерфейс очень удобный почему многим не нравится не могу понять раньше чтобы в меню зайти нужно было кнопку меню нажать сейчас этого делать приставки не нужно меню сразу появляется вверху поиск главные тв-каналы фильмы сериалы детям все это отображается вашими глазами все информационные окна у вас здесь отображается те фильмы которые смотрели вы продолжить просмотр выбираете и начинаете продолжить тот просмотр фильмов которые у вас были если вам нужно тв-канал и посмотреть вариантов очень много можно перевести на тв-канал и вот вверх поднимаете чтобы оранжевым выделилась потом выбираем тв-канал и нажимаем окей перед вами появляется список ваших каналов справа появляется телепрограмма выбираете интересующий вас канал нажимаете кнопку окей у вас все работает больше ничего не надо то что этот окно появляется это при обновлении приставки показывает как управлять телевизором появляется первоначальная инструкция где вы можете почитать посмотреть после того как вы посмотрели какие кнопки за что отвечают нажимаете кнопку понятно чтобы ее нажать нажимаете кнопку окей все больше ничего делать не нужно дальше если вам нужно посмотреть список своих каналов можно не обязательно на меню нажимать вот так вот этого канала выбирать это можно сделать с помощью кнопки окей нажимаете кнопку окей также появляется список каналов выбираете интересующий канал смотрите пожалуйста дальше чтобы вам посмотреть список каналов Также можете, как и раньше, переключать с помощью этой кнопки. Всё. Справа информационное окно появляется. Какой канал выбран. Очень удобный интерфейс. Вернуться, ребята, сейчас на старый интерфейс невозможно. Потому что компания Ростелеком отменила это действие. Раньше можно было зайти в меню, выбрать моё. Вот моё выбираем. В моё можно было выбрать мои настройки. И в моих настройках было здесь вернуть старый интерфейс. Сейчас это недоступно. И вот, приставка теперь у меня обновилась до Винка. Посмотрим опцию Винка, как будет работать. Как для меня, ещё раз повторюсь, это очень удобно. Нужно мне перемотку. Нажал вниз, пожалуйста, перемотка, вся информация, всё есть. Также, когда вниз нажимаете, она через несколько секунд пропадает. Внизу, видите, написано ТВ-передача, пожалуйста. Мы нажимаем вниз. Смотрим. Лучше на вечер. Для того, чтобы посмотреть ТВ-передачу, вот, пожалуйста, перематываем назад. Вверх. Всё. ТВ-передача. Открываем. Телепрограмма открывается. Всё очень удобно. Если кому-то будет нужна более подробная информация по управлению интерфейсом, как добавить каналы в любимые, либо какая-то информация по обновлению, пожалуйста, пишите в комментариях. Для вас снимем об этом видео. Всем спасибо за просмотр. Приставка обновлена до Винка. Всем приятного пользования услугами. Пока.